Здравствуйте! Наша сегодняшняя передача в некоторой степени юбилейная, юбилейная для городского литературно-художественного и публицистического армонаха Саксагань. Ему исполнилось пять лет. Мы избрали место съемки не случайно. Это слияние Саксагани и Ингульца. Когда-то это место называлось Вовчим Гырлом. Здесь были очень сильные водовороты. Это действительно была речка, настоящая речка, не такая, как сегодня. Пять лет для литературно-художественного журнала в наше время – это все-таки срок большой. И мне хотелось бы, чтобы не только я рассказал об этом, а и люди, которые были причастны к созданию журнала, к тому, как менялось лицо этого журнала, не изменяя его внутренней сути. Мы остались верны тем принципам, которые были объявлены с самого начала. Альманах городской. В основном предоставляется им место на его страницах авторам, криворожанам. И это действительно так произошло. Более 30 имен литераторов, поэтов, прозаиков, публицистов города представлены на страницах журнала. Мы не отказываем никому, кто талантлив, кто умеет и желает обратиться к читателям со своими произведениями. Почти 6 десятилетий, ну 59 лет, в городе не было журнала. И то, что он существует, то, что этот журнал не просто литераторы города могут ждать, там, раз в квартал своей публикации. Он еще имеет свою библиотечку, библиотечку Альманаха Саксагань, в которой вышло уже 40 книг местных авторов. Я думаю, что событие это все-таки для города не рядовое. Я хотел бы, чтобы этот журнал доходил до читателя, чтобы его читали, чтобы его знали в городе. Андрей Дюка возглавляет редакцию Альманаха Саксагань, третий год. Андрей, за это время журнал изменил свое лицо. Он оставил в прежнем объеме и свои размеры, и свой формат, но поменялось лицо. Он оставил за собой принципы, все те, которые были провозглашены до вас. Что нового все-таки в журнале за эти два с половиной года, и как живет журнал сегодня? Ну, новые, это, безусловно, новые имена. Это открытие новых имен, и повторение, так сказать, старых, и их творчество. Показывает журнал, что еще город жив, как и старыми традициями, то есть литературными. Это членами Рудана еще, известными, такими, как Григорий Туренко, такие, как Татьяна Мелехова. Такие, так, как сейчас в журнале, в первом, до 96-й год готовится, который только выход. Он готов, в принципе, но по финансовым причинам он не может выйти сейчас. Я думаю, что в скором времени он попадет все-таки к читателю. Там будет представлена подборка Татьяны Кошель. То есть это тоже, это старая Рудана. И такие, как новые, новые имена, уже зарекомендовавшиеся в городе, это Ксения Никольская, которая выпустила свой сборник, тоже при библиотечке Саксагане. Это, ну, много имен. Я даже сейчас не хочу перечислять, чтобы никого не обидеть. Тут ни тех, кого я не назвал, то есть это не обида. Это просто действительно очень много имен через журнал прошло. Я считаю, это хорошо. И если бы он выходил нормально и регулярно, то есть эти люди могли бы быть представлены читателем, это было бы, конечно, лучше. А журнал изменил свое лицо. Ну, дело в том, что с чего-то всегда приходится начинать, чтобы потом, оттолкнувшись от этого, идти немножко дальше. То есть это база полиграфическая, это чисто технические вот эти процессы, которые позволили журналу сделать более современное лицо, дизайн и так далее. Это компьютерный набор, верстка. Это, конечно, придало ему некую свежесть. А в принципе, по своей направленности, по направленности стоять вне политики, то есть это ближе к культуре, это ближе к освещению чисто культурной жизни города. Не только даже художественной, но и, я имею в виду художественно-литературной, но и жизни художников нашего города, музыкантов, и людей вообще, связанных с искусством, с историей нашего города. Вот я считаю, что осталась все равно прежняя, вот та изначально заданная тема журнала. Как главный редактор, вы довольны тем, что журнал вот именно такой, как сегодня? Ну, я как главный редактор, конечно, не доволен, потому что если я был доволен, наверное, надо было бы меня убирать как главный редактор уже, чтобы я был где-то на вторых должностях, потому что доволен работой быть, наверное, до конца нельзя. То есть это не завершенный всегда этап. Если он завершен, то это уже все. Это человек, значит, исчерпал себя. То есть и издание себя исчерпало. Мне кажется, что можно делать журнал гораздо лучше. Можно делать его выход регулярнее. Можно сделать, допустим, цветную обложку, чтобы он шел на уровне хороших киевских, московских изданий. Потому что по содержанию, на мой взгляд, и на взгляд тех людей, которые присылали свои лицензии в журнал, то есть люди, печатающиеся, имеют уровень вполне равный для публикации, республиканской. То есть это профессиональный уровень, мне так кажется, у многих людей, которые там печатаются. Андрей, ну вот, хотя журнал не выходит, но библиотечка Саксагани, библиотечка Альманаха существует все эти пять лет, и практически она не затухала, поскольку она все-таки живет за счет спонсора, за счет авторских средств. Вот с библиотечкой как сейчас ситуация? Библиотечка живет, то есть выходят книги, последняя из книг, это известная уже в городе, это газета Миста, то есть это по 70-летию Червоного Гернайка, посвящена 70-летию Червоного Гернайка. Это интересные очерки работавших и работающих там людей, это история газеты, то есть это такой объемный, да, и город, а это объемный материал, который, ну, газета тесно связана с городом, и, безусловно, это интересно довольно-таки широкому читателю, и составлена она довольно-таки умела тоже. Приятно взять ее в руки, она сделана сейчас вот на уровне действительно издания хорошей книги. То есть, в принципе, решить то, что у нас типография там газетная, не приходится, там люди работают такие, что умеют сделать достаточно профессионально книги. Ну, хоть я считаю, что для широкого слушателя это, может, и неинтересно, технические проблемы журнала, и вообще книги и всего остального. Ну, хотя бы сказать, что, конечно, типография делает все возможное, чтобы это издание, которое выходит, книжечки, приложения, притом книжечками иногда назвать нельзя, потому что объем там 25-30-50 листов, это явно уже не книжечки, это довольно-таки солидный спорник, это солидная книга. Вот, то есть на уровне они действительно выходят переплеты и оформления. То есть, конечно, криворусская типография явно выросла уже выше, чем газетная. Потому что выпустить, вот зовут библиотечка, только приложение в библиотечке выпущено за все время существования журнала, порядка 40 книг, это уровень хорошего издательства. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что бы вы сами себе пожелали? Пожелал бы, наверное, стабильности больше, больше стабильности и выхода на читателя, то есть, чтобы выходил журнал. Потому что иначе, если издание не издается, то оно потихоньку о нем начинает забывать. То есть, надо опять людей будет приучать к тому, что оно есть. Вот тот год был без перебоев, по сути, вышло все четыре номера, то есть последний номер был сдвоенный. А вот сейчас, вот уже, слава богу, прошло полгода, а номер еще не вышел. Ну, я считаю, что проблема в ближайшее время решится в этом случае. Как вы считаете, это необходимый альманах Саксаган в нашем городе? Что ж, дитина уже выросла, и не спрашивают, потребуется или нет, а это жаль, звичайно. Но, однозначно, для такого нашего города, великого индустриального и в тот же час с хорошими традициями, зокрема, литературами, для такого города, цей альманах Саксаган, звичайно, потребен. Ну, далее, что я хотел бы еще, значит, подкреслить, значит, те, что библиотечка журналу Альманах Саксаган, вот, Альманах Саксаган, значит, ну, вона допомогла вийти и в наши книжки, маяться на увазе, газета и место, 76 лет разом. Это книга присвящена 70-летию нашей газеты, которая была в грудь 1994 года, и вот, наконец, мы выдали эту книжку, вот. Я считаю, что она сподобится читачам, и до Дня журналіста, наша национальная журналістская свята в Украине уже, значит, ну, вона найдет своего читача. Вже немало листів з проханням, значит, значит, придбати цю книжку, чтобы мы притримали, залишили и все таки інше. Вот. Я хочу сказать ось, что, и вихід, значит, вашего журналу Альманах, цих додатків, значит, літературных, и вихід нашей книги, это не в виде комплимента, а по суті справа, заслуга немалою мировой и межской влады. При том, как сейчас экономическая кризиса, то очень легко было бы отбить себя от, так сказать, мистецтва, которое всегда по остаточному признаку, как я сказала ранее. Ну, тем более, что это же основник межской экономики. Но этого, на счастье, не сталося, и межская работа, мало того, что поддерживала, она выступила, значит, основником, в данном случае вашего, значит, Альманаху Сахстагань. Ну, а то, что межская работа Криворізька давно уже есть, так сказать, співзасновником нашей члены, это загальна и известная речь. Вот. И треба видать належное, самая качество, значит, тих твор, которые выходят в Альманаху Сахстагань. Ну, дехто вважает, так побачивши, что в киоску, это Альманах, ну, это наши местные, провинция, как всегда. Но, извините, не бывает провинционной литературы, и литература, ну, если можно сказать, то есть центральная, или что, правильная и не правильная. Есть литература плохая или хорошая. И могу сказать, что на радость, это литература хорошая, справедливо. И рекомендую кожному, кто побачит, значит, киоску, цей журнал, Альманах Сахстагань, раджу взяти его дорогу, придбати, прочитати. Это хорошая, нормальная, справедливая литература. Олег Владимирович, как ни странно, но шесть лет почти прошло с того дня, когда мы собрались ветером и говорили уже всерьез о том, что надо бы в городе, чтобы выходил Альманах Сахстагань. И вот сегодня мы отмечаем пятилетие выхода первого номера. Я уже много раз говорил, но я считаю, что повторить надо еще раз, что выходу Альманаха предшествовал целый год выпусков литературных страниц газеты «Металлург», которые вы возглавляли. И практически без вот этой вот инициативы вашей, наверное, было бы мне очень трудно проталкивать и сам Альманаха. Вот как вы считаете, все-таки эти пять лет доказали, что городу нужен журнал? К сожалению, его сегодня продолжают почти не знать в городе. Или это было напрасным делом? Так, значит, Анатолий Григорьевич, вы меня все-таки хотите определить в крестные отцы. Безусловно. И по родственному надо говорить правду. Безусловно. Какая бы она ни была сладкая. Конечно. Он нужен, Альманах. И не потому, что, так сказать, я за эти годы сподобился опубликоваться дважды, я считаю, хорошими подборками своих стихов, а потому, что действительно городу необходим Альманах, ну, скажем так, культурологический, который бы квалифицированно представлял литературу, поэзию и вообще весь процесс развития культуры и искусства в городе. Но дело в том, что он сегодня, точно так же, как и творчество, давайте говорить прямо, наших местных авторов, он остается невостребованным. Вот тогда и нужно судить, нужен ли он сегодня. Я сказал бы здесь вот такую, может быть, не совсем приятную вещь, как для авторов, так и для читателей. Сегодня очень популярна музыка в стиле рэп, хип-хоп. Это музыка не только окраины рабочих районов, как поет в своем хите Богдан Титамир. Но это еще и музыка, которую можно слушать и исполнять возле мусорных баков. Моцарта там нельзя ни слушать, ни играть. Это говорит о чем? О том, что сегодня общий уровень культуры, он очень низок. Во все времена вот та категория читателей, которая интересовалась местной литературой, общая, которая интересовалась литературой, она все-таки была официально у нас всегда завышена. Да, это так. Причем завышена, гиперзавышена. У нас не было того читателя, о котором мы всегда кричали. И поэтому ничего странного нет, что в городе, предположим, там, ну, 500, там, или 600, там, я не знаю, сколько людей, которые с интересом читают этот альманах, и интересуются литературой, и вообще читательная, читаемая публика. Но я думаю, что их больше. Вот посмотрите, что происходит еще. Кроме альманаха Саксагань существует масса других журналов и альманахов во всей стране. Они тоже не востребованы. Хотя есть очень интересная тенденция. У нас передача может быть тоже какая-то ностальгическая. Сейчас это вообще популярное настроение, ностальгия. Люди вспоминают, мне кажется, даже не столько, там, хорошее или плохое прошлое, они себя вспоминают молодыми в те годы. Если так порыться в памяти, то в мои молодые годы ничего, кроме собственной молодости, и молодых друзей и подруг... И надежд. И надежд. Может быть и не было. Хотя я всегда вспоминаю это с теплом, вот именно с такой ностальгической ноткой. Ну, так, если завершать наш разговор. Вы не жалеете, что вы когда-то участвовали в том, чтобы этот альманах родился? Ну, естественно, я об этом не жалею и никогда не пожалею. И я считаю, что, может быть, я и вначале, и сейчас мало уделяю внимания, ну, не моему детищу, а тому, в чём я участвовал, и вот альманаху, мне кажется, что, может быть, и нам его как-то нужно шире пропагандировать, и авторов сюда приглашать к нам. Нет, Анатолий Григорьевич, я об этом не жалею, и более того. Я считаю, что если и вспомнят когда-то о Павлове, что был такой в Кривом Роге, то вспомнят, что когда-то он способствовал созданию литературных выпусков в Металлурге, потом вместе с Геннадием Амельницким участвовал в создании Криворожских ведомостей, а вместе с Липицким, Туренко, Гусейновым и Дюко, и участвовал вот в рождении, так сказать, альманаха Саксаган. Григорь Игоревич, в июне исполняется пять лет со дня выхода первого номера альманаха Саксагани. Вы не только были членом инициативной группы, пятерых литераторов, которые начинали, но вы были и редактором альманаха в течение более года, выпускали номера. Скажите, пожалуйста, вот ощущение того, что пять лет все-таки прошло и сделано что-то. Городской журнал, единственный общегородской журнал, который выпускает не только свои номера, но еще и работает на библиотечке альманаха, там тоже достаточно много сделано. Вот ощущение все-таки, что этот журнал городу нужен, есть или вот сомнения такие остаются, что зачем мы его сделали, а? Ну, вообще так, ощущения таковы, что действительно прошло уже пять лет, кажется, вручь жизненный такой срок немалый, даже не верится, что уже столько лет прошло, так сказать, живые те воспоминания, когда мы начинали первые трудности, первые радости. А с другой стороны, вот какое-то уже сейчас такое появляется ощущение, что этот журнал вроде бы уже сто лет существует на Криворожье, он уже настолько, кстати, вошел, по крайней мере, в мое сознание, в сознание читающих людей, с которыми приходится иногда обсуждать новые номера. Так что, даже, по-моему, этот вопрос нужен, не нужен, это как-то уже даже неестественно, но нужен, конечно, журнал, как составная часть культурной жизни города. То есть вы считаете все-таки, что он свою какую-то роль в культурной жизни города играет, играет, работает он? Или это только наше мнение тех людей, которые его делают, делали, которые мечтали о том, что этот журнал будет городу нужен? Да нет, этот журнал спрашивают в библиотеках, он в школьных библиотеках уже, как учебное пособие, я, насколько знаю, местную литературу, местных авторов, изучают уже даже в школьной программе, и поэтому, безусловно, к нему обращаются многие, и, ну, пусть иногда даже в киосках на него бывают какие-то периоды, нет спроса, но, по-моему, в библиотеках этот журнал довольно-таки в зачитанном виде, вот мне приходилось уже видеть, а то же самое, можно сказать, и о книгах авторов, которые выходили в библиотечке культурного монаха. Ну, и прежде всего, самим авторам этот монах нужен, как выход к читателю, пусть даже небольшой аудиторией читательской, но, тем не менее, пока ты не увидишь произведение опубликованное, ты как бы от него не можешь отойти, а уж увидево ты начинаешь думать о новых произведениях. То есть он свою роль отыгрывает по-честному, да? Если уж на то пошло. Да, в полной мере. Вот вы все-таки варились вот в соку редактора, вы работали с авторами, вы понимаете все претензии, которые предъявляли к альманаху. Вот что все-таки не доделано? Что, на ваш взгляд, вот то, чего не хватает еще нынешнему альманаху? Или вопрос здесь, может быть, по-другому ставить, что не хватает авторам, которые дают свои произведения в альманах? Вот как правильно оценить вот ситуацию сейчас? Да нет, это трудно судить, так сказать, на расстоянии, в таком довольно-таки близком авторы. В общем-то, в тот период, когда я был редактором, я в основном ориентировался на местных авторов. И когда мне там предлагали со стороны, то я говорил, все-таки в первую очередь, этот журнал нужен нашим, местным авторам. Да, я мог бы пригласить довольно-таки известных авторов, несмотря на то, что у нас совершенно ничтожные гонорары и каким-то образом даже, может быть, повысить тираж журнала. Но я на это сознательно не шел, потому что, прежде всего, этот журнал нужен Криворожскому писателю. И вот таким образом я ориентировался. Ну, а требования к авторам, конечно, требования, по большому счету, порой и не удавалось предъявлять, но все-таки мы старались не печатать слабых произведений. И я думаю, в общем-то, заведомо слабых произведений в этом журнале так никогда и не было. И даст Бог, никогда не будет. То есть все-таки эта линия правильная, да? Да. Ланкову мы подняли на определенный уровень сразу, и я думаю, мы ее не опускаем. Ну, а вот я смотрю, сейчас растет автор этого альманаха. Это прослеживается. Ну, я так понимаю, что вы не жалеете в том, что начинали этот альманах, и в том, что ваша рука, ваш тут сюда вложен. И я надеюсь, что мы с вами встретимся не раз еще и как с автором, как с поэтом, и как с человеком, который для городской литературы, для культуры делает много, и в другой, более старший возраст этого альманаха. Я вообще-то редактором альманаха стал, может быть, не совсем с такому большому желанию. Так обстоятельства сложились. И был я года полтора, всего-навсего. И это было самое, наверное, трудное время. Я горжусь тем, что мне удалось этот альманах в тот период сохранить, когда была ужасная инфляция. Пойдешь к мэру, вернее, идешь вначале к директору типографии, оговариваешь, сколько примерно сегодня будет стоить выпуск одного номера. Николай Трофимович Клима всегда очень хорошо к мэру относился. Он по-минимальному всегда с нас брал за полиграфические услуги. Бумагу, я думаю, это, кстати, тоже мог бы подороже продавать. Шел навстречу. И вот мы сядем с ним, подсчитаем. Ну, где-то выходит 1080. Это я, в 93-й год. Пойду я в ворсовет, попрошу у мэра эти деньги. Он даст даже больше. Проходит 2-3 месяца, пока месяца входит в альманах. И Клима мне предъявляет счет 700 тысяч рублей. Снова приходится бежать в ворсовет, снова просить. То есть, прием от инфляции, он не был страшный. И я горжусь тем, что в это время все-таки журнал экономически не умер, а все-таки сохранился. Что мне удалось его перерегистрировать и удалось его за целость и сохранность передать новому автору. То есть, новому редактору Андрею Дюка. И еще в этот период, когда я был редактором, очень много, в общем-то, вышло книг. По-моему, больше 10 книг вышло местных авторов. И тоже там очень вопрос был сложный. Вот приносит мне автор какую-то определенную сумму и говорит, вот хочу издать книгу. Я понимаю, что сегодня на эти деньги можно эту книгу издать. Но если я пущу вперед Альманах, эти деньги авторские полежат 2-3 месяца, они обесценятся. Потом я шел на встречу авторам и выпускал начали книги, а потом уже, снова шел с протянутой рукой ворсовет, и мне всегда давали деньги. Но я, кстати, горжусь тем, что все-таки многие авторские книги, благодаря такой моей позиции, что в первую очередь автор, а потом уж как-то Альманах как-нибудь ворсовет поможет выпустить, благодаря этому вышла не одна достойная книга, о которой могла бы не выйти и займить. Безусловно. Дело в том, что книги наши, библиотечки Саксагани, знают не только в городе уже, о них знают многие и в Харькове, и в Киеве, и в Николаеве, и даже удивляются, как вам удается выпускать такие книги, не понимая, что это в основном, конечно, поддержка людей, которые понимают, что без культуры не проживем. Безусловно. Всегда находились и спонсоры в лице каких-то частных фирм, и ворсовет неоднократно... Ну, как учредитель, да. ...на издание книг ветеранов, наших участников войны. Так что, слава Богу, книги... По-моему, все криворожские авторы более-менее значительные на сегодняшний день удовлетворены тем, что хоть по одной книге, но не успели за это время выпустить. Мы на кафедре русской зарубежной литературы Калибровского государственного института. Скажите, пожалуйста, представьтесь. Я заведующая кафедрой, меня зовут Ольга Викторовна Махначева, а это Николай Алексеевич Дудников, кандидат наук, специалист по русской советской литературе, выпускник этого института, который вот теперь работает и может сказать свое профессиональное слово. Валерия Викторовна, 5 лет живет... Продолжение следует...